Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами InMate. С вами Хаспер. Да, и у нас тут только что закончился сезон ломания вещей. Ломалите. Ломалите просто. Обломалите мы все. Если кого-то интересует, мы переломали просто вот эту всю страницу шмоток, ну за исключение вот этих сундуков и эти вещи, которые у меня в начале были. Я даже некоторые свои переломал. Да, и остался у нас только пендрайв. Остался, да. Пендрайв это понятно. Вот маску по просьбе InMate я не стал ее ломать. И из всех тех шмоток у нас выпал один мифический меч Fireborn Odachi на Джаггернаута. Имеем 100 разномастных шмоток за одну мифическую. Да, за одну мифическую. Кому-то может... На некоторых рарных побольше, чем у этого мифического. Да, да, да. Что есть минус. Да. Так. Ну и вот это тоже, это мое, я его не ломал. Эту саблю на морту. У меня, кстати, тоже сейчас, когда... А, это, короче, когда понял, уходишь в меню и возвращаешься обратно, то герои, типа, на ускоренной перемотке начинают труситься. У меня сейчас тоже их колбасило, как будто они, я не знаю, на колесах где-то на open-air тусят. Каспер получил Доту-3, сломал ее, все белое. Ну норм, че. Кстати, стоит отметить, что в результате этой ломки у нас даже зрители на стриме не потерялись между игрой. Я просто, понимаешь, те, у которых инфакт, они не могут отключить стрим. Да, да, да. Я вообще жуткрашу, что ты не читаешь Twitch чат. Потому что там вообще беда. Да, забей. Блин, может открыть, почитать. Нет. Я сам наслажусь. Хорошо. Блин. Ты мне самые эпичные мемы в Skype поскидывай, я потом почитаю. Я так периодически кидаю, тут уже больно жесткие ребята, пошли. Вообще серьезные. Не, ну все же лучше, чтобы там поломать какие-то вещи, которые никому не жалко, например. Вот, вот, готов, да? Удари паспорт, получи визу. Смогешь? Смогу, смогу. 5% получится. Подожди, а почему только две попытки дают? В смысле две? Ну я могу еще раз пойти, чувак. Надо заплатить, во-первых, 160 долларов. Во-вторых, гарантии вообще нету никакой, что мне ее дадут в третий раз. Ну, во-первых, просишь валы. Типа, ребят, ваш файл, дайте мне 160 бачей. Они стоят деньги, и ты не идешь за визой, понимаешь? Ну да, да, я бы лучше взял те 320, которые уже потратил, и не пошел бы за визой. А что так дорого это виза? Ну и два раза же я ходил, по 160 два раза. Нет, нет, а что они так много берут? Ну, блин, чтобы бабки косить нормально. Чувак, знаешь, какая у них работа? Работа, и знаешь, за что я заплатил 160 долларов? За то, чтобы меня за минуту послали нахер. Все. Это просто, я не знаю, это надо быть верхом мазохизма для того, чтобы туда сознательно ходить. Потому что первый раз я пошел, я вообще не знал, что там такое, я понял, куда я попал. Второй раз я пошел в надежде, что в Альфе что-то порешали. Но они ничего не порешали. Третий раз я написал, что пока вы, типа, вообще все не разрулите, и не скажете мне, что все пучком, что я туда не пойду. Давай, это как-то не здорово. Да, конечно, не здорово. Ну, что-то затерпели колы. Да, что-то долго думают, кстати. Время, типа, так уже прям-то. Ну, все равно там АМ Пикерс. Тот самый, да? АМ Пикерс, Морф Пикерс. Вот с стене они пикнут, и вот норма игра пошла, да, прям? Да, с стене вообще отличная игра была. Экстра тайм, 10 секунд. Ну, нормально, нормально. У меня, кстати, тоже, у меня баг сейчас со стрелочкой, пик показывает у одних, а пикают другие. Ты просто поломал все. Ну, у меня, я не знаю, я же говорю, дота что-то логанула плотно. Дотка не середка. Что там в чате на твиче? Ой, ну да, на твиче. Интересное что-то есть еще? Так, так. Я понял. Каз ты покупаешь мод Заря, вы ломай. О, это будет вообще экстрим. Если сломать Версут, есть шанс, что ты упадет Вилат. Нормально. У нас в России, ломаешь Путина, появляется Медведев. Ломаешь Медведева, появляется Путин. Ты трилет, как он уже. Они уже, не, они вошли уже в тему, да, все отлично. Задумка удалась. Все по плану вообще. Так, Каспер, если добавишь, скину мифик. Тебе выник нужен? Да, не знаю. Не, я же говорю, надо вот сейчас нам... Не, мифик это такое, это неинтересно. Вот из рарных получить мифическую, вот это интересно. Одно пишет, парень, что поломал все свои шмотки, такой же меч на Джаггер. У вас просто братство мячей. Братство мячей. А там же есть, кстати, этот меч, который тип, как к ситхов красный. Не видел, не помню. Еще даже может, этот не этот никакой твой. Не, ну этот типа тоже прикольный меч, как бы. Он как бы даже крутой, но я не знаю. Сабля в морды тоже ничего. Блин, плохо нельзя крутить во всех измерениях героя только в сторону. Кто только влево-вправо. А, слышишь, у тебя на колесиках он крутит героя? А, ну еще. Не. Просто у меня, когда героя пикаешь на колесиках, короче, герой крутится. Я инвокер так раскрутив, что там просто забеют. В чем-то все ускоряется, ускоряется, ускоряется. Я не могу налюбоваться своей винтажной мейсой. Тем временем, почти до пикеря остался ласпийку там. Фу, и можно будет начинать расслабить. У меня белый бестмастер. Саша белый. Ну, привет, Доти называется. Не знаю, что там с ней. Ну, пишай, срок говори. Все белое. Это надо будет написать. Ему там сейчас и других проблем хватает. Так. Так, спрашивай про Смайла. Есть у тебя информация? Они, по-моему, еще не ходили, да? Они не ходили, да. Они вроде бы то ли 14, то ли 15 числа идут всей толпой. Ну, не всей толпой, а с Майл Санэсом. Да-да-да. И Сайлант идет у нас 13-го. В понедельник, да, получается. А Фаник что там? Фаник получил. Все, да? Да, Дарроро вроде все получили. Ну, вот точность получил. Так что вроде все нормально у них. Просто если кто-то не поедет, то МТВ уже готовы. Или Мауза кто там? Мауза, Мауза. Мауза. МТВ же они и так типа едут. Да, значит Мауза. Мауза они там уже могут, в принципе, я думаю, паковать чемоданы, потому что есть определенные тревожные звоночки, скажем так. Так, звоночки. Опаньки. Что случилось? Хаус Кнайт. Антимаг Хаус Кнайт. Как тебе такая задумка? Фурион, Веномастер, Рубик. Перспективно. Две добы. Да? Нормально, нормально. Фуров, Хард и две добы. Ну, сейчас вот я смотрю просто комплексики, кто там у них на ком играет. Хана Монтана на Дарксире, TC Morph, X-Mike 88 на Винге, J-Yo у нас на Инвокере, Flap & Stuff, Beastmaster. И команда Тонг-фу. Кабу на Рубике, Саншэнк на Веномансере, Хао играет нас на Антимаге, Му Хаус Найт и остается у нас Эвок. У жаба так прикольно прыгает, смотри, она просто такие стрейфы выдает. А ну, поклацайте ей еще. Пожалуйста. Ну, это мне тоже повертит, не то немного. Тогда Эвок на Фурионе. Вот Эвок, он слабый, он просто, типа, собрал себе сет на Фуриона и думает, что он крутой. Вот, нет. Вот если бы он его поломал, он был бы крутым. Зато у него деревяшки. Да, деревяшки, кстати, прикольные. Да, вот это деревяшки, как деревяшки. Да, пеньки, кстати, крутые, где они там, кстати, бегают. Да, вон, это морфа, с криком уносится. Знаешь, это такое дерево, это дерево. Ну, так он прикольно бежит, когда за ним когда-то гонится. Да, да, это руками размахивает, типа, аааа. Спасайте. Спасите. Ща, во. Да он и так забавно бегает. Если сломать инмейт, это выпадет Адмир. Вот и знает. Да-да-да, что-то в этом есть. Я просто пока смотрю за похождениями пенька. Это мой, ребята, тоже. Плюсик. Так, забирает дабл дэмэдж Рубик внизу. Я инмейт, я не хочу стримить, я хочу развлекать Каспера. Блин, сколько можно вообще всего этого опена придумать? Я не знаю. Причем, слов-то они немного используют. Но каждый раз так прикольно получается. Так, у нас две даблы в центре. Рубик с ддшечкой и хаоскнайт против Венги и инвокера. Соло-ботом у нас стоит Дарксир против антимага и Веномансера. И на харде для себя стоит Форион против на легкой для себя на отводах Рексар и Фармиламорф. Интересное такое решение. Может, Рексар тоже будет делать 20 репл спауны и потом топорами их фармить? Хотя не знаю, насколько это перспективно и насколько оно доступно. Ну, где-то на большом спауне каком-то. Ну, в миде, мне кажется, будет определенный экшен, потому что тут тоже достаточно много дизейблов. По крайней мере, у команды Тонгфу. Да и у комплексти тоже, если бы какой-то колд снэп, то нормально можно ребятам лица разбивать. Да, Саншин пока не дает вообще спокойствия Хана Монтана. Причем, действительно, Веномансер может доставлять неприятности, скажем так, в Дарк Сиру. Ну, тут спокойно фармят. Да, вот Веник опять обходит, у Веника есть гель. И все, Хана Монтана сейчас, скорее всего, приехал. Да, и он сочетал уже бизнес-промежщик. И это First Blood. Да, это First Blood. Забирает его Саншин, причем антимаг даже не стал гоняться. Ща вернусь, ребят. Ща я по зову друга, он у меня лучше играет в доту. Махнемся местами. Да-да-да, сейчас мы с ним местами махнемся. Мурф, кстати, во время пауза такой прикольный, когда у него нету этих анимаций и волн. Именно вот, ну, скин сам. Да, и пока это рекламная пауза, передаю Булдангелу, что он ванилька. Потому что просто заметно читает каждый раз, что он там пастит. Да-да, кстати, есть такая тема, я тоже замечал. Что Вадим Трушкин что-то, что-то... Я пару раз ему уже об этом намекал. Говоришь, типа норм. Что так задумано, видимо. Может, он девушек кадрит таким способом? Не исключено. Ну, так вот, пока не забыл, у меня, короче, на мышке стоит. Финюшка, она показывает, сколько я метров проехал. Этой самой мышки. Так вот, уже полмира обкатил. О, нормально. Ну, на самом деле, почти до Питера доехал. Считаем полмира. Просто оседлала мыши и поехал на Питер. Пауза, нечего рассказывать, это они все... Да, потому что игра только началась, даже сравнить нечего, не статистики, ничего толком. Не, ну, как не статистики, вот, по голде у нас, например. Ну, типа, там, три крипала инвокера, пять у Хаос Найта. Да-да-да. Типа, фюзблат был, поэтому 400 голды почти, ну, а в 300 перевес у команды. Светлых сил. Ровно в 300. Да-да-да. Смотрите, Венгар-то хитрющая, она с сентрями. Да, Венгар что-то знает, видимо. В общем, где она их поставила, с ней один сентрик, я его не вижу. Вот я даже не знаю, есть ли смысл ставить сентри вот в том месте, где вот только что Венгар поставила. Хотя, с другой стороны, она, возможно, рассчитывала на вард вот на ступеньках, типа. А, вот ты сказал, я его увидел. Так, всю карту объездил, не вижу варды. Я же говорю, может, где-то лучше по центру реки, например, поставить? Ну, не по центру, вот там, на этой же линии, но чуть выше, чем в центре. Можно было чуть-чуть левее поставить, под видом от КГ, да. Вот я тоже про это же. Чтоб можно было там забежать, задевардить вот действительно этот хайграунд. Бестмастер просто приговорил брутально пенька. По голове ему постучал. Смотри, 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 он его режет. Догонишь. На, 15 голды, получи. Мне их так жалко, вот этих вот, именно когда они. Именно классных, да, да, да. Умирают забавно. Они так трагично вообще играют. Смотри, смотри, погоня за рунами просто четвером, ребята, побежали. В забеге победил инвокер за 108 спутспида. Да, против холстная, это с 325. Стоит только захотеть. Ну, кстати, 325, да, ведь? Ну, это как инвокер с тапочкой. С тапочкой, вот там ты и делал. Абуз. Самое грустное, это играть за ЦМку. То есть у нее... Ну, у нее тоже до 280. Только... Ну, у нее прикол в том, что у инвокера, если есть какие-то вексовские фишечки, да, внизу убивает. Дарксир, опять догнали. Да, ну, это 2-0. Там Веномайнсер, он очень плотно напрягает Дарксира за счет этого Веномасгеля, он 15 секунд действует, это, конечно, неприятно. В общем, плотно Дарксир напрягает то, что у него нету Сюржа. А он какой левел? Причем он мог его скачать и, допустим, просто ускорять первого же крипа. То есть крип бошел под вышку. И она пушилась линия. Она бы умирал быстрее. И она бы пушилась, да, и он бы стоял под своей. И было бы ему хорошо, а так... А он, щитом, просто умирает. Второе, получит никогда. Какой санстрайк! Что вообще вытворяют они? Что они делают? Боже, какой месиво начинается в центре. В общем, сейчас проблемы у Фуриона. Да, я тоже не понимаю, что это вообще за драка. Смотри, действительно, Фурион убегает, 73 хп, выпивает сразу же баночку, восстанавливается, колд снэп на... Ну... Да, и уходит! Посмотри, и банку тоже зализывается банкой. И минус! Есть, отлично. Сейчас еще убьют Мингу 100%. Конечно. И Рексар, раз он остался, тоже заберут. Ну, Рексар сейчас, кстати, может запинать. Или не запинает. Нет, нет, кабан. Да, запинает. А стоп, его же кабан. Его же кабан, да. Епас, я просто смотрю, он замедленный чем-то будет. А это не он. На, и Флафонстав уходит. Да, Рексар такой, на характере. Пошел и въехал. Стальные яйца. Можно просто, знаешь, это вот, ну... Подписываешь раньше на типу... Беремастер там, допустим. Пандарен, чего-нибудь. Ну, да-да. Так, и тут. Он себе сразу боттл купил. Ну, он же на индейца похож, вот как-то там. Рексар стальное яйцо, я не знаю, или еще что-то. Рексар с З на характере. Самая правильная фраза. Побежал у нас енот. Брундук, точно. Барсук. Барсук. О, жаба, смотри, какая крутая летающая. Офигеть. Вообще опасная. Иначе моргает, когда мне смотрю. Она тебя подмигивает, потому что это принцесса. Давай, твой шанс. Да-да-да. Уже чмокнул монитор? Нет. Обошлось. У меня сегодня же пятница, и день без грязи. А, я понял. Так, в общем, пока что вроде у Фуриона на току все нормально. Кажется, все успокоилось, да. После вот этой драки непонятной в центре, да, конечно, все успокоилось. Как они-то все прибежали, зачем? Так, смотри, Вингу нашли. Там был меды, там вышки рядом, как-то они все здорово воют. Вот, летает Фуриона, Вингу, и Рубик забирает ее. Рубик решил не церемониться. Или в ответочку сейчас заберут Рубик, я думаю. Пару сети пойдут. Да, там еще Морф прибежал. Да, там еще Морф, сейчас заберут точно Фуриона. И из-за Кабана инвокер уйдет. А вот идет ли я тут... А, вот это я даже не знаю сейчас. Сейчас будет волна, и... Ой-ой-ой, сейчас Санстрайк упадет. Какой Санстрайк? Что он творит просто целых слов? Попадалите. Где ты вообще эти слова берешь? Ты как-то сами приходишь. Ну классно же звучит. Да. Антимаг, кстати, уже 2000 нафармил. Это Фаст Рапира, предвкушаю. Как тебе, кстати, Антимаг с Фаст Рапирой? Да. Это очень да. Очень да? Больше да, чем нет, или больше нет, чем да? Это да, просто да. Это вообще да. Самый большой да, который я только видел. Димаг с Фаст Рапирой. Потому что я был знакомым, всегда на 13-ом месте собрал манту, если у него был рефарм. Второй мантринадцатом. Говорил, я беру куру и покупал манту. Да, кстати, там сейчас Дарксир уже с хостой. То есть, Сурдж у него есть, хоста есть. Все, жизнь наладилась. Запаковался. Почти он даже с луэринг себе нафармил. Ну как, нафармил, это нельзя сказать нафармил. На бомжевал потихоньку. Да, натерпел. Накапало. И инвокер-то, кстати, сам ведь одумался. Решил играть без векса. И сразу из амстальки попадаете. Никол, снапки дарите. Все вроде нормы. В общем, нормально играли эти у пацана, складывается пока. Но я всего теперь улыбалите. Все, хватит, короче. А то сейчас люди подумают, что мы накуренные или еще что-то в этом духе. Как знали. Не, на самом деле у меня сегодня вот это весь отжак и началась с того, как я посмотрел видео от уральских пельменей под названием «Загранпаспорт». Если кто не видел, очень советую посмотреть. Вчера скинный про гараж тоже норм. Так, где экшен вообще, где драки? Ну, это темат нормально, так с крипами воюют, они его бьют больно-больно. Ну, там вот этот щит, он, конечно, неприятный. У него был бы пурменшат, вообще было бы норм. Хотя крипохам все равно не полностью блокирует. Вексар, тух, раскинул топорыто. Потому что вышку собираются пушить, ребят, но, судя по всему, да там. Да, 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 и Фурион паникеров вызвал. А ты бы смотри, как они убегают, да, от этих пацанов. Блин, все, пора завязывать. Это жара в студии меня добивает уже. Жара в студии, жара везде. У нас виномастер в засаде. Вышел, вышел, прям под этот. Ой-ой-ой, это будет сейчас тщательный фраг. Так, Дарксира, Дарксира тут грызут. Три, две, одна секунда. И убивает, да. Причем, заметьте, он в фулману утонул. Антимаг, так что, тот тоже норм, парень. Кирастан дал, этого хватило. И прилетел он в Охе, прибежал Рексар, и теперь они будут фармить вдвоем. Смотри, морфа окружает, нет, он все-таки решил не идти убивать пиньками. Да, делает сразу же ТП на руну, и все, безмастер. Если там сейчас будет мясо. Хотя нет, не все, да, слушай. Там какой-нибудь метеорит, что ли, вот, ух, вообще жара была. А его нету. Ой, нормально закидывает сейчас на хайграунд тендвокер, хотя он рейнджовый, поэтому да, поэтому ему в принципе пофиг. Если бы он тебя Рексаро закинул, то было бы перспективнее, а так он стоит просто... Ага. Вот смотри, смотри, просто, махач, махач, ПВП или засал, а морф-то не достает, стяжка тоже не очень удачная. Незадача, да? Да, да, да. Посмотри. Кстати, вот это он зря сделал. И выживает этот, подкидка. Давай. Блин. Ааа, как он не ушел? Зачем он эту секунду тусовался, я не знаю. Тусовал, мацавал, хотел как про. Видишь, что? Триплкил морф, ты понимаешь, нет? Триплкил. Ну, это почти из Real Blade, да, вот у него действительно, у него сейчас ван просто оконченный. А с той стороны уже есть буквально 800 до Battle Fury, тоже норм. Не по ПТ, по Маншалт, херня. Будем делать Battle Fury и Eternal. Нормально все. То есть, ребята решили сразу главный калибр взять. Просто, да, 50-ку сразу заряжают. Так, мне интересно, что тогда из крупнокалиберного будет собирать себе House Knight. Тараску, что ли, первым айтемом? Рапира? Рапира, да. В смаке, смотри, побежали сейчас ребята. Убивать, не знаю, Виномансера разве что у них сейчас получится. Хотя, вроде, и АМ подходит уже. Ну да, у антимага уже и Бродсворд, и Клейморка. У него, считай, все есть, кроме Войтстоуна. А Войтстоуна это дело, вот оно, считай, раз, готово. Но на него охота. Да, охота сейчас, кстати, веник, находит всю толпу такой ребятушки и четко стилит инвокер. Красава. Вот моя школа. Еще не мастер, но уже молодец. То есть, ребят, потратил ульт. Но мастер это тот, который ЕМП, я так понимаю, стил пацанов. Да, 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 до него, конечно, я еще далеко. Просто, когда вы парни, там, 20 сманы и 40 хп засилить ЕМП, это надо уметь. И теперь смотри, у нас еще есть Рубика, Sunstrike. Смотри, закидывает как четко. Просто божественно было только что, все. Еще и смотри, как удачно закрывают фурион. Ровно закрыл, то поры влетели, срубили все, знаете, как-то. Так. Ну, Рубик так просто решил, я такую фигню сотворил, я фраг и застилю. Что в этой рейн-райсе стоят тут, грубо говоря, все кроме одной вышки, и ребята просто бегают, фанец, друг друга бьют. Крепы, херня. Пойдем убивать герой. Фарм для слабаков. Кстати, по голде тут преимущество вообще минимальное, тысячу, и по хп, ну, там, две с половиной. В пользу команды Тунг-фу. Так, внизу нашли Марфа. Ну, он перекачивается так жестенько. Антимак в это репликейте получает, и сам без мана сидит, грустно ему очень. Ну, да уж. Так, а что там у Марфа? Марфу что-то летит, я вижу. А Марфу летит бот. Нет, это не Марфу летит, ботал. Кому-то другому. Есть, а минус антимак, да. Еще и Рубик за этих, за компанию. Ой, четыре секунды, но там перекачка, да-да-да. Ну, Марф делает три пункта. Потому что, там еще очень много ловкости, так что. И волна, волна. Стил. Ой, кят сек. Просто буйствуй. Тройное убийство. Второе за сегодня. Марфа. Минус. Если бы насчет Тауэр забрал, это вообще было песня. Да, что-то колы прям вот поднялись в моих глазах, вот на недосягаемую высоту. Так, что тут у Фуриона? О, Годз дисконнектед. Он такой посмотрел на все это, думает, я ливаю. Что-то у нас в миде. Миди инвокер пока вроде паутих маленько. Флафенстав почти с урной. Сейчас урну, скорее всего, себе купит. Так, ну вот у антимага все вроде хорошо начиналось, но как-то... И как-то плохо закончилось пока что-то. Да, 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 темп падает. Темп палите, блин. Так, все. Хватит, завязывай. Обещал ожидать. Ловят здесь флафенстава. Этот парень уже отсюда вряд ли уйдет. Смотри, какой ангром этот пацан Старикс под свой же подкинул. И сперта пары. Еще и Икс Майки сейчас умирает, да, и Джей улетает. Да, венвокер. Так, ну это будет ему свыше, нечем. Дэфить, я думаю. Скорее всего, будет действительно. Старикс. Хотя морфилы здесь летит уже Дарксир. Может быть, мэйби-мэйби. О, перекачечка. Сейчас у нас будет. О, да, сейчас Рубик. Одноловковый Рубик. Ее. Помер, да? Просто 0 плюс 2. Не, это очень плотная тема, на самом деле. Вообще плотная. Ты когда Дэнди бегал с хп, раз, еще 200. И игра пошла. Ну как бы, да, сам смотри. Рубик, 1300 хп, без любых шмоток на силу. Ну, там сейчас как бы неплохо. Ну, конечно, у него армора нету, но зато он проказ будет выдерживать. Армор фикс, я говорю, что он сейчас потеряет по 6 статов, когда... У меняет скилл обратно. Все-таки перекачек дает по 6 статов. Угу. С статов. И Battle Fury себе приносит антимаг. Да, Battle Fury 14-ая минута. Там еще себе дабл спауны делает, чтобы фармилось. И топорик, топорик купил. Это грамотно. Вот топорик вовремя, главное, по таймингу. Сразу два топора. И фарм, фарм, фарм. Да, сейчас, кстати, на него показывают, что сейчас антимагом придут. Здесь фармит. Да, птицы. Надо въехать. И вот они, Марин. Бисмастер. Бисмастер. Морфила, минус. Инвокер минус. Что ты... Стилмастер. А тебе дабл спик в своей коллекции. Да, ну там сейчас стану еще 4 секунды опять. Мне напоминает Вигаса просто на Хаус Найте. У которого есть шанс, что сработает обычный удар, а не наоборот. Есть шанс, что крит будет меньше 4. Ой, не крит, а стан меньше 4 секунд. А так обычно всегда 4 секунды. То есть там все наоборот. Когда Чак Норрис стал играть в дот, он придумал себе не Квикас. Что-то типа того. И это минус Рошан, это вот грамотно. Пошли и сломали, причем медаль их так не доделала себе венга. Прикольно, кстати, чейнг-мейл переделали. Вообще мне понравилось, то есть сначала какие-то все темные тонны были, а теперь так ржизны добавили во все артефакты. Скажем, во фури, там, в худы. Все как-то респектабельнее смотрится. А то помню, Вилла паниковал, когда во время Старладера первого прям. Раз все шмотки поменяли. Самая паника была, это когда стрим первого Интернешнала я делал, увидев вообще все шмотки первый раз в жизни. Да, это был провал. Вот это было эпично. Ну, читал, наверное. Ну, я просто сразу же сайт с фотографиями всех шмоток и давай их изучать. Ну, там, где уже умельцы сделали для тех, кому тоже было интересно. Потому что реально я типа понимал, что у кого должно быть. Так, 3 секунды стана, понятно, венгат ехала. Какой свап. На, стащил обратно. За патлы просто ее и обземлю. О, у них есть патлы, она же дух. За, не знаю, ну, за эти духовные патлы, я не знаю, как еще можно назвать. Рубик классный. Я вас любил еще, быть может. За эти патлы не совсем. Так, ладно ж, там у кого? У хаоснайта, у мул. Это боттл 800 голды, кстати, что там в жабе? Ну, кстати, это у него будет барабан буквально скоро. Ну, там да, вот эта тема, типа, если есть у тебя что-то абузерское, абусь это до конца. НС, я помню, нам еще про это говорил. Используется в хаоснайте очень-очень четко. То есть, весь большой МС сделаем МС максимальным. То есть, барабаны, там, яши всякие и так далее. Так вот, на прошлом лане тоже, вот, когда против финансы попались в финале, мы, значит, ферст пиком забираем Ликантроп, он собирает шмотки и уходит. Потом продвернулся. Но было забавно. Так, и попадет вышка, наверное. Ну, смотри, Глиф, не хотят просто так отдавать, будут пытаться динаить. Да не будут пытаться, они динают. Пеньки запаниковали просто, ну, рокер, и он зашел. Он понял, кажется, что не по шансам заходит. Вот, если бы я стримил эту игру, то есть мой экран, вот все бы смотрели просто, как пеньки ходят. Слышь, монтичка. Такая аромат, тыц, тыц, тыц. Не, пеньки, они жесткие. И в другую сторону, тыц, тыц, тыц. О, они нашли, ты посмотри, они набрасываются на птицу. Еще и крипа переконтролил. Мне кажется, птица клала на них. Сейчас, сейчас, сейчас они затаятся, типа, они деревья. Птица полетит, и они ее убьют. Барсук-то полетел. Да, барсук полетел. Привидение с моторчиком. Такой у них пропеллер в задницу торчит с полбарсука. Это какое-то издевательство над животными. Не говори, надо написать обязательно в общество защиты животных. Просто там штраф вальф на миллион долларов. Бедные лягушки попадают в эти, в воздушные ямы, и очень страдают от этого. Не, тут лягушка, кстати, прикольная, реально такая, сказочная. Сказочная лягушка. Так, и где вообще, хотя, не сказать, что мяса нету, я не могу. Да вроде есть. Вроде есть, да. Вроде антимаг себе уже, даже ПТ собрал. Да, ну репликейт, конечно, чрезвычайно неприятный. Сломал 9 каммонов, получил 1 анкаммон. Вопрос. Зачем я смотрю Каспера? Да, кстати, друзья, не делайте, не пытайтесь, как там, воспроизвести все это в реальной жизни. Все, что вы видите на ваших экранах, делают профессионалы. Специально обученные люди. Просто отморозки, которым вообще пофиг на все шмотки. Просто нечего терять. Морфилл-то буквально 200 голды ему для Этернала остается. Знаешь, что сейчас начнется? У него будет большая пушка. Будет большая пушка, он с этой большой пушки будет убивать Виномансера почти. Маленького Виномансера. Маленького Виномансера, маленького Фреона, да. Кстати, Рубик вот он. 1200 хэп, так. Этот перекачка, вот, все ему, все ему дало просто. И репликейт он еще спер, это тоже норм. Находит Морфай, он прямо на Виномансера выкатывает. Ну, у Морфа есть репликейт? Нету. А-а-а. Он его не сделал. Он его не сделал, я понял. С ним будет волна, уйдет. Красава. Еще Венгар на всякий пожарный путь со свапом. И Венгарка в деревьях на Сурджер. Мне понравилось, что там такая, не знаю, делать ТП и тут же отменяет ее прямо. Секунду. Так что ты, Рубик, спер еще интересная. Форж-спириты. Ага. Вон они уже поехали пилить. Просто посмотри, там дели. Просто, а просто, спири, форж-спири, море. Что происходит? Посмотри, как пеньки бегают за этим форгином. Все, минус форж-спирит еще один. Но антимаг тем временем уходит на топ и продолжает себе спокойненько фармить. А что ему еще делать? Вот у него есть батл фури и теперь ПТ появилось. Не, я тебе скажу, что в пабе антимагу бы сказали, ты что такой мудак, ходишь без нас. Точнее, ну типа... Давай с нами драться. У тебя же батл фури есть. А то, что его просто случайно в топорами убьет... Ну это все пофиг. Сары вообще никого не волнует. Нет, это все пофиг. Я тебе говорю. Знатоки в пабе знают намного больше, чем мы с тобой. Ну так и есть. Что? Я никогда с теми не спорю. Курицу, курицу! Почти убил морф, а? Пожалел волну. А кулдауна она находит. Бедного репликата Куриона. Из сульты. Просто разобрали его. Просто, да. А антимаг тем временем просто бац и 1300 наформил. Да, у антимага все хорошо. У морфа нельзя сказать, что хуже. Да, вот к морфу уже летит The Real Blade. Все, у него уже есть он. Пушка готова. Сейчас начнется жаревня. Вот, смотрим. Морф подходит. Агрит на себя Рубика. Антимаг там, кстати, убил только что Дарксира. По сути, в соло. Морф залетает. Кажется, он что-то перепутал мальца. Но не получилось у морфа убить Рубика. Конечно, у него бы то вряд ли получилось. Ну, там вот эти самые 1300 хп, они очень-очень-очень сейчас Рубику входят. Чтобы было бы у него своих, там сколько-нибудь, там 900, допустим, он мог отъехать. Так, уверенно стоять на земле. И нападение. Нападение на Рексара. Еще грубый, грамотный тоже. Тоже такой взял и в репликейт. Да, раз в репликейт, типа, у вас морф, да и плевать. Не, Антимаг сейчас мог бы при своем желании просто прийти и бессмастеру лицо разбить в соло. Мог, но бессмастер-то почти мега. Заметь. Кстати, да. Не хватает буквально 100 голды. Еще и инвиз забирает. Стой, еще не хватает этой. Ой, как-то видел, топорами просто. По-царски. Ты могу говорить, не-не-не. Его еще веточку откупить. Я к этому. Снимо даже сейчас будет. А, 100 веточка есть, тогда да. Да, оно есть, у него веточка, готовая мега уже. Готова. Дис из мега. Курис и титкинге просто так. Рихмарфу. Рихмарфу боттл, да, боттл будет обузить. А пузит. Раньше с такой, помню, короля. Мега также у нас у Фуриона. Появляется барабанная у Хаос Кнайта. Делает он себе, видимо, БКБ. Покупил он себе Огр Клаб. У Рубика пока ничего нового. Все так он с интерьерами бегает. Фурион, опять же, Мега. Почему? То ли ПТ, то ли Медас. Не вовремя, нет? Да, что-то, мне кажется, действительно Фурион как-то отстал. Да, мне кажется, штука 100 просто. От всей этой компании, тьфу ты юмайо. 23 минута, это, конечно, хорошо, что он у него будет. Не поздновато ли? Не, мне кажется, просто ПТ будет. Вряд ли, Медас. Хотя, ну, 1400. Просто вот я смотрю, что деньги подкапливают именно к этому. И, 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 1400, давай, давай. Ты сделаешь это. Да, это Медас. 23 минуты, здравствуйте. Ну, фигня полная на самом деле, потому что до 23 минуты Медас должен уже там наполовину себя окупать. Типа, вот если он там на 7-9 купил, он имеет фаст левел, фаст день, и что-то с этого имеет. А так вот у него есть 23, только если игра убер долго будет идти, что-то из этого получится. Да, вот он сразу же пытается там самых больших крипов управлять. Потому что сейчас ребята бегают с маке, они собираются играть активно, мало шансов, что дадут им поформить. Кстати, смотри, какой интересный план атаки от комплексики. И как раз там находятся трое игроков команды Тунгфу. Есть пьяца, видят. Крик. Да ладно, уйдет! Какой жук вообще, 60 хелсов! Причем он жук, Рубик молодец. Телекинез, да, очень жестко зарешал. Правильно его подкинул, правильно поставил. И вкатился морфилок, получил 4 секунды. Да, что-то уколов не задалось, вот эта атака агрессивная не получилась. Вроде бы неплохо, иначе вот чуть-чуть буквально не хватило, любой тычки. Так, все. Все, хочу экшен. Что-то меня они одолели. Они не дерутся вообще. Негодяи. Понятное дело, что Тунгфу будет терпеть, пока антимаг и хаос найт, типа, не отожрутся вообще там до нереальных высот. Вопрос в том, успеет ли морф убить всю их команду до такой степени, чтобы потом успевать разбираться там за ульт бестмастера там с антимагом, например, а потом уже разбираться с хаос найтом. Тем более, что у хаоса вроде не так хорошо идет фарм, как ему хотелось бы. 4 секунды стана. Пошла сразу же перекачка. Ульт от веника. Хорошо. Проказ. Есть санстрайк, добиваете на манстера. Да, кстати, смотри, там сейчас еще вингу поднимаю. Да, минус винга. И размен один в один. Саппорт на саппорт поменяли и как-то непонятно. Но все ульты остались у команды. Танк-фу. Или уколов. Все ульты остались. Да, по сути, ни дараксир стенки не ставил, ни бестмастера не ультовал. Ничего они не тратили, а фурион как бы и хаоса найт все потратили. Тем более, у хаоса там был на ульт. То есть по-хорошему вернуться и драться дальше, когда все кончилось. Вот показывают сейчас на антимага, что у антимага уже, кстати, почти есть монтостайл. Да, и находит очень нужную для него руну и люти хаоса найт. Все-таки они отлично стакают с его скиллами. Много урона не бывает, скажем так. Аж был какой-то тоже на ультимаге, типа там хаоса найт с монтою и двумя рунами и люти. Прыгнул и убил всех. Ха-ха-ха, это я думаю. Ну там просто ему какой-то Battle Fury и до свидания вообще. Так. Так, так, так. Я пока же смотрю, что он по графику. Там меня на мастер, я тоже уже родился. Все они одеваются от Марфа, то есть покупают лаки, покупают виталити бустер, что-то такое. Да, да, тут удивительно ровная ситуация сейчас пока по дигам. И вот смотри, в чем фишка, то есть у команды там, фу, есть трое фармил, грубо говоря. Хаоскнайт, антимаг, фу, рио, то есть они вот сейчас заняты всю половину карты и высовываются. Просто фармят все, что есть под боком. Ну акулы зато пользуясь этим, забирают рошана. Да, но у них один морф и вот один морф, троих таких, не вытянет. Конечно. Надо что-то с этим делать. Надо сейчас как-то еще больше заделать, то есть их гангать, убивать. А у них один керет хорошо, да. Ганг на гангом все время что-то не идет. По шестьдесятах там остается, но остается. Нам надо что-то. Я даже не знаю, что им в принципе менять можно, просто вот чуть-чуть не везет, действительно. Да, просто морф, которого 7-0, то есть викистик, казалось бы, вот иди и убивай. И не идет. Сейчас тоже пытается себе манту собрать. Есть уже Яша. Может быть стоит продать что-нибудь и лучше Яшу к себе взять. Просто есть подозрение, что в данный момент антимаг с мантой Баттлфури форенит быстрее, чем морф уже. И плюс он, из того, что есть мантая, меньше боится теперь. И идет дальше, то есть он уже спокойно может подпушить товара. Так, пытается убежать сейчас Фурион. За ним выбегал только один бисмастер, морф на перерез не пошел, понятное дело. Так, это ревью, я понимаю, да. Ответочку Дарсир забирает антимаг. В соло просто. Фу, а ну потратил. Да, ну все равно у него Баттлфури, у него там реген вообще хороший. Нормальный, да, 6-3. Хватает на мелочь. И падает выше, чем никто не летит и дефт. Да, слушай, с таким-то фармом у антимага вообще все офигенно. Смотрите, фармом во-первых, да. И смотри, сейчас он просто пойдет дальше, то есть все равно кого-то выманет на себя. Потому что Т2 снизу, ребят, ну, глиф у них, конечно, нету, сейчас быстро соберут, но... Не надо им просто так уйти, то есть будут сейчас нападать, там что-то с этим делать. А антимаг уже бьет. Антимаг уже неплохо, кстати, бьет, посмотри, да, действительно, одно-друге. Ну, наконец-то, они, наконец-то, они развафлили и полетели, то есть пол-тавер потеряли. Потеряли Т2, потеряли Дарсиру, потеряли половину Т3 за один Т2 тавер. Мне кажется, не особо ныгодно. Да вообще неприятный размин. Это даже размином нельзя, по сути, назвать. Потому что просто не по шансам такие качели. Так, морфоз остается совсем немножко до монтостайла. Но опять же, как я тогда говорил, что 1 кэрри это хорошо, а 3 кэрри или 2 кэрри это лучше. Тем более, что Фурион тоже рано или поздно превращается в очень серьезного демедж-дилера. Да, все-таки вот, если они затянуты игру, тогда уже и Медас начнет неплохо отыгрывать. Сделает он себе какой-нибудь, там, Хиксули, там, какой-нибудь, Дейдалус, и начнет нажимать. Но Фурион уже уровень 14, недалеко отстает от морфоза, еще там 7-0. Ну, может, сейчас просто бегает, то есть он даже не фармит, то есть они как-то жестко отпушивают лайны сами. Поэтому мне где-то фармить, то есть по-хорошему, там, вот, например, внизу побил, сейчас лайну ты его отпушил и держи на одном месте. И противник, типа, этот лайн не фармится, а ты его фармишь. Другое дело, что если все ему что-то на одном месте, то тебя гангать легко, что-то тоже минус. И снова ганг, снова смолк. Сейчас, два смока, смолк на смолк, как я-то люблю. Заметьте, да, что они, вот эти именно команды, которые играют третьими подряд, каждый раз они взяли смолк в одно и то же время. Да, кстати, есть такое. И забирают Фуриона. Но нечем дальше, то есть вот они Фурион забрали, а куда дальше идти? Ну, можно пойти в центр, попытаться сзади как-то, но они только не понимают, что там сзади, да, вот сейчас прыгают на Джейо, и все, он умирает. Бывает, да, и сейчас им надо лететь, спасать тавер, а если по одному лететь, это плохо, если лететь не по одному, долго. И сейчас просто потерять т2 тавер. А Марфила до т3 еще не дошел. Беда, беда. Вроде хорошо все начиналось для комплексити. Дальше не смогли реализовать, то есть они как-то вот все сформулились, они вот первые въезжают смолк, убивают одного, а дальше надо из этого что-то делать. Забирать тавер, подниматься, куда они на фиге, допустим. А они, лайнер, далеко отпушены. Каморов просто только что в соло убил Хаус Найта. Что есть хорошо, ты улетел на центр. Да, успел вовремя в репликейт скрыться. Купил манту себе. Там еще денег сверху должно быть, а не столько. Да, сейчас он верботл продаст, будет него четыре сотни. А может это будет боттл? Пусть. И продает, да, есть четыре сотни, много ловкости. Очень много там, двадцать шесть целых. Ну, Д-200 свое-нибудь теперь есть. Ну, там немаловажный фактор то, что еще мантаж силу дает, в живучести маленько прибавляет. Бои успели накричать здесь на Рубика, да, и проблема у Рубика с Кабаном тут, конечно, не поспорю. Кабан далеко бы, вот он, вот он прибежал. Винка успела кричи и забирает. Ну смотри, без мать, что без телепорта. Ха-ха, кстати, да. Рубик-то негодяя. Абузер. Мы, кстати, тоже сегодня играли. Мы сегодня играли у нас тоже чувака вот прям на руну сюда, на верхней руне, на верхнюю скалу закидывал Рубик. Хорошо, что это был наш Рубик и не наш чувак. Он злился с самого начала игры. Ты смотрел фанни-доты, где, короче, закинули в самом начале дерево? Да, 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 да. И вот всем его не выпускали. Это вообще жесть. Ты посмотри, там внизу сейчас вышка очень плотно пробивает антимаг, и фреон, и пеньки, там очень много урона. Просто 800 хп уже теряет тауэр, приходит один дарксир, несчастный, и, понятное дело, всю эту гэпшу стягивает, но пеньки-то продолжают грызть. Причем вот дарксир, штука маны из-за того, что его есть аркан. Вот С, и, то есть вот, антимаг будет 16, сейчас ульти. Ну просто лакомый кусочек, да. Да, может, у него там сколько, 1 и 1, да, вроде? Не, ну антимаг, он и так, он 20 уровень уже, то есть он сейчас может просто... Да, 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 не, уровень, то есть ульты 1 и 1 от маны. Да, 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 просто она 1000 урона въехала бы. Ну, минус резист, 750. Минус пайп, ладно. С пайпом, конечно, дай. 500 хп всего с ней особо. Но все равно, как бы, жахнуть на 500 вооэ, это норм. Так, флафенстав. Да тут даже у бисмастера романы много. Что значит даже? Все равно, сам перспективно, это вот в инвокера. В нормальном они вытануть, когда он стянут. Ну, конечно. С чужим дарксиром. Но так как дарксир не там. Да, сейчас идут ловить пацана. Блинками просто уходит. Хао, чует. Чует-ка у него проснулось. Под успокоилась игра, не старая. Как-то так. Ну, в смысле, под успокоилась. Просто в наглую спит пушит в танк-фу и ничего не могут с этим колой сделать. Сейчас пытается как-то дарксир внизу отпушить при помощи Айншелла против пеньков. Пеньки там, конечно, против Айншелла вообще ничего не могут сделать. Да они забавно машут руками и убегают. Да, вот разве что это. Ну, тут они просто... Вот как там. Станиславский бы поверил. Да, что там, мне кажется, только вот на следующем Рошане будет драка. Это, во-первых, во-вторых, вот открывая личный счет по деньгам. И смотри, насколько уже антимаг переформлюет морфа. Да, неплохо так слушает. Три с половиной тысячи-то. Да, и... Фурион подбирается. Уже почти четыре. Фурион подбирается. Ни сай тоже недалеко. И... Имеем... Что имеем? То есть, три героя, которые потом всех убьют в соло. Формят. Вот, влетает. Ну, он так чисто отпугнул. Антимага просто полхп в никуда. Да, неприятно. Да и по крипстацию. У антимага 309 крипов. 35-ая минута, 309 крипов. Да, разочка есть. Две тысячи сверху. У нас... Две с половиной минуты Драшана, так что... Ой-ой-ой, драка свапает. А вот снат, ее он ультит. Начинается минус Венга. Отлично идет Веномансер. Стеночка. Венга убегает. Смотри, четыре хп, но догорает отъеда Веномансера. В БКБ. Проседает жестко очень Несай. Пытался выспалить Рубик, но не пошло. Там, кстати, Муров нормально раздал. Просто ультра килл. Боже, что он вообще вытворяет, этот жук? Жучара жуткий. Размен-то 4 в 1 получил. Я вообще не понял, как это все произошло. Почему не умерли? Я даже рассказал, но не понял. Ну да, да. Я просто вижу, что там вроде те подрались, те подрались, все хорошо. Как оказалось, просто Несай не настолько еще машина для убийства, как хотелось бы команде Тунг-фу. Так у него, опять же, нету дамаг ничего. То есть ему, допустим, армлет, дал бы примерно столько же хп, сколько барабан и пт, только еще бы убер много дамаги. Там, если крит бы залетал, вообще беда была бы. А так, смотри, сейчас могут мид пропушить. Ну как, пропушить не вряд ли, а вот вышку подамажить могут, я думаю. Глиф потратили. Вообще, типа, вот этому антимагу, инвокер с винго не особо могут помешать. Сейчас зайдет и будет бить, если захочет. Но он улетает. С его выиграет. Пошел в дефит мид. Это 325-й гриб в копилочку. Нормально так. Так, 326, 327. Антимага, все хорошо. 3000 сверху сейчас, что форма нет. Что он будет дальше собирать? Рапиру? А может башер? Или рапиру. Или рапиру. Или рапиру или башер, я тоже так думаю. Что-то одно из двух. Я за рапиру. Не, ну с башером он вообще почти неубиваемый станет. Знаешь, с одной стороны, типа, мы видим, что морф, типа, все, килл, еще все, все здорово, у него 12-0. Прошу заметить, Бион Водлайк, 22 крипа. Ага. С другой стороны, будет морф, который всех убивает. Или антимаг, который делает бабочек в сетке. Ну тогда морфу нужно подумать над созданием МКБ в своем инвентаре. Осталось самое простое, да, продать БКБ, который он так что собрал. Да, всего лишь. И Рошан, буквально вот он. Есть тайминг у команды Call. Готовы они забирать. Смотри, смолт пошел. Морфу что-то пока не особо туда торопится. И показывает, что можно идти забирать сейчас хаосмайдер. Есть подозрение, что сейчас просто будет развлекать фу те, кто есть команда укола. В это время антимаг заберет полностью топ-лайн. Смотри, убивает, скорее всего, Френа сейчас. Спалился флафенстав. Да боже мой, ну бред полнейший получился. Как они-то делают, да, каждый раз. То один по птице ударит. Ну это вообще на самом деле только что был полный бред. Побежал за двумя пеньками, сделал бы пару шагов, увидел бы там по-любому эволка, а там уже все остальные рядом находились. Хотя возможно... Да, вот он антимаг, смотри. Попадает Рошан и попадет сейчас с Т3. Даже если Гриф сглезают все равно, и Монтал уже добьет. Смотри, какой инвокер агрессивный. Сулей? Прошу заметить. Ну как же он даже по 2-3-ти долго убивает иллюзии? Только подумай, 20 бираний, 2-500 хп. Да ну его с руки вообще почти нереально пробить. Там еще и в инвизион и сайде. А с магией прям ты его, конечно, пробьешь. 60 отдавай, и ты без Рубика. Смотри, смотри, побежали. В атаку. Да, достанешь. Терпила. А там ночью же было. Терпила? Доставала. Могу, дальше бежать там хрена. Блежишь, чтобы достала. Так, тут пока заходит Дарксир. Ну и как он вытягивает прям из ниоткуда. Бедного Фурена. Фурен, тогда они себе сделают. Да я 500 у него денег. Будет, наверное, все-таки Хексули делать. Любит китайский Фурен Хекс. Да и Аганим, я заметил. Они тоже, кстати, любят. Ну, типа вот. Габлак ставил. Собираю 20-2 арта и фармлю 20 минут. Потом еще 20 минут, потом начатаю. Либо мы проиграли, либо я всех убил. Он вам даже зачем так играет? То есть он просто фармит, как пойдет. Так, репликейт у Рубика. Рубик думает, блин, когда же еще перекачку с Террио? У меня целых 7 ловкостей еще есть. Запас на черный день. Да-да-да. Дусать, да, пишут, типа, у Этимага было 309 крипов на 29-й минуте. Так, ты норм, нет? Ну, нормально, вот у него сейчас почти 400 на 38-й. Ну, 10 минут он делает стабильненько. Плюс взбирает вышечки. Он еще и лесных там убивает по пути. Что-то он забоялся рейнджового крипа. Они идут за счет. Увидел Венгу, боялся, что свап его сейчас типа Килыч. А его не Килыч. Дарксир, смотри. Ой-ой-ой-ой. По сути, это антимага можно хорошо поймать, разве что под колдснепом. Вот, чтобы он вообще ничего не мог сделать. Ну и с ультом Бессмастера. Ну и с ультом Бессмастера, конечно, конечно. А потом, когда качаться будут станы, чтобы он еще был с него подкинут. Так, Бессмастер, Пайп. Дарксир, полетает в Варион, умрет. Умрет точно Бессмастер. Сыр, или что это сейчас было? Это, я не знаю, это походу сыр был, скорее всего. Да, просто вот сейчас 2 секунды опять стана в Бессмастера. Короче, вообще, бред получился. Очень много всего потратили сейчас в комплексите. И в результате они все сейчас умирают. Да, сыр точно можно было не отдавать. Но там просто прикол в том, что топ снес антимаг. Да, ты этот еще... Он, кстати, кого-то убил при этом. Вингу, что ли? Сейчас я чат... Да, антимаг убивает меньше Фулл Спирит. То есть он забирает Вингу, забирает сторону. И в это время еще забирают троих, забирают сыр, забирают выкуп. Ой, хорошо, влетает Морф сейчас. Пытается с прокаста. Ну, блин, выживает Фурион, нет, все-таки убивает Фуриона. Му понял, что что-то здесь не так. Сейчас заберут еще, наверное, Ниса, но увидели, что антимаг уже и мит им поломал. Антимаг там просто такой жук. Ты посмотри, антимаг сейчас просто, не участвуя в бою, делает игру. Ну, так все правильно делает. Так, то есть у нее бабочка. Ее сейчас, наверное, купит, без бабек останется. У Джей ее торнадо не дорос для того, чтобы ему угрожать. И разве это торнадо? Вот это торнадо. Так, антимаг продолжает пушить. Просто топ-центр, топ-центр. Пусть Рфеш сейчас соберет и будет не вообще нормичь. То есть он делает манту, делает культу, всех убивает. Потом еще кончается, еще одна ульта, еще одна манта. Ну, нормально. Все по плану. Есть у нее бабочки, 2000 сверху. Вот это норм. 400 крипов на 40-й минуте. Ты прикинь, его сейчас из руки очень сложно убить. Мало того, что у него брони дофига и хп, так у него еще и 35% миссов. То есть без МКБ вообще не справиться. А Марфу до МКБ просто как до Киева раком. Учитывая, что с Америки ты вообще далеко. Да, да, да. Именно это я и учитываю. Потому что до МКБ, которая стоит там, ну сколько получается? Смотри, смотри, хихих сулев. Вантимага начинают вдвоем его бить, и ему вообще пофигу. Втроем его бьют. Очень сильно бьют. Прилитает. Стан, еще. Убили все-таки. Вот. Ой, как вовремя свапнули просто. А ты прикинь, он такой уже стоит на расслабоне. Ха-ха, лузеры. И тут только... И Марфил еще приятно, смотри. Вот это лол. Короче, Морф просто решил не забирать Рубика, а просто переключительный Несай, который он просто не забирал и так. Ну и ладно. Ну смотри. Неплохо, неплохо. А, ну Дорошан еще далеко. Да ну, все равно, линии сильно отпушены, они не успеют нормально продавить. Да, Морф стрелялами и купил себе Морбит. Угу, это будет Сатаник. Не, Сатаник вообще хорошая штука. Только нужна ли она ему? Да вот и я не знаю. Я говорю, я... МКБ, да. Я бы собрал МКБ, да. Согласен, согласен полностью. МКБ было, мне кажется, намного эффективнее здесь. Ой, посмотри. Поймали Рубика. Да, минус Рубик. Ганим, он его просто, смотри, холдан, 45 секунд ульт, а? А, да, там рейндж какой! Там рейндж просто через всю карту. Делает сразу же два байбэка китайцы. Антимаг, байбэк. Рубик. И вышка все равно пойдет. Да, конечно. Банши и должны искать. Если не добьют, то заденает по-любому. Нет, смотри, сейчас антимаг. Ворвался, вошел просто. Иди сюда. Подходи по одному. Сейчас еще убивает вышку, потом убивает веноманстера. И просто такой, блин, пацаны, извините, я сгоряча. На кураже просто. Да, на кураже ворвался. Потом Рубик весь лес. Да, летит Доминатор, Марфу. Опять же, я не считаю, что это хороший артефакт. Да, тебе. Ну, блин, просто бить антимага по 350 намного круче, чем отжираться и то с промахами. Он же будет промахиваться и кушать не будет ничего от этого. Другое все, что если они резко замесили антимага, то сатаник отлично себя покажет. Естественно. Но если антимаг будет жив, то Морвизманы будет быстро вздыхать. Ладно, поживем и видим, что мы сейчас обсуждаем. Вдруг вдруг у него пойдет, играю сейчас всех кивыч, именно с Морбидом. Именно с Динатором, именно с Сатаником. Так, ну конечно, тревела очень хорошо сейчас Марфу идут, потому что приходится опушивать. Смаковский в медиа. Да, в Смаковича сейчас ребята побежали. И кем веномантера. Да, они серьезно приготовились. Может они решили игру закончить? Типа, да ладно, хватит с ними сюсюкаться, погнали. Заходим на ХГ и ломают перрон. А почему бы и нет? Нет, смотри, на топе же мобы прошли на базу, то есть они вполне могут там же подняться. Конечно. Тем более там центри вроде нету. Ну что-то знают, что-то знают. Колы. Все ДТПшли с на базу и ждут. Просто то, если что в Китае сразу убили, то есть если они не фармят, то значит они колыбгангают. Напали, напали на бедного антимага. Антимага, кстати, сейчас могут убивать. Да, еще стяжка, хорошо успевает убить антимага, хорош! Но там просто... Билангой почти убил инвокера. Да, почти убил инвокера, да, я тоже обратил не могу. Больше себя меня порадовал морф. А что там он? Он БКБ прожал. А, серьезный товарищ. Антимаг, встанешь. Я же говорю, сейчас всех убьет. Он подумал, а вдруг меня сейчас еще встанут. Не, а вдруг да, сейчас типа все влетят, типа меня откидываю еще. Найду КВКБ. Не, ну с другой стороны лучше перебдеть, чем недобдеть. Потому что там действительно могли ворваться. Ну просто у них такие герои, что вот, ну не знаю. Ну там бы какой-то стан залетел от хаоса. Ой-ой-ой, смотри, на хосте, на хосте флотенстав. От хаоса ты всегда успеешь нажать, потому что он пока руку подняет. Кстати, морф-то ведь с травелами, он сейчас прилетит, будут ломать центр, потому что там еще 60 секунд. Вот сейчас бы убить этого крипа и все, и вся атака бы захлебнулась. Это антимаг что-то это, перебделов. Да-да-да, антимага... У вас слишком жирный, а пятером хватает. Ты посмотри, как венгем ехал на 600 хп с ульта Фуриона. Смотри, там просто сейчас... Сразу на него напал Неса и килл. Ой-ой-ой-ой, как морф просто хаос разбирает в салат. Что он вообще с ним вытворяет? Минус Веномансер. Веномансер сейчас будет. Сейчас, нет, Веник. А, Веник там тоже в госте, типа спрятался. Он сразу же поймал еще одну плюшку. Да, он упалится Неса, но он уже без ульта. Так что... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А счет-то, друзья, кстати, 1-1, если кто не в курсе. Счет 1-1 по партиям Best of 3. То есть это игра-то решающая. Решающая, действительно. И тут две стороны. И ни на чем, ни на чем просто потеряли команда. Там фулк. Ставит еще стенка от Дарсира и все равно забирается. Но Фурион-то, смотри, хитрюга. Подбил, подбил. Вот он лайн. Так, не улетает у нас один из игроков. Опять же, это оказался в данный момент Дарксир. И Фурион тоже, видимо, уже не уйдет от никуда. Потому что летится там Арфила. На Морту просто своего. Да, это минус. Хули-шит. Хули-шит. Слушай, там опять байбек на байбеке. Они все сделали байбеке. Дарксир за байбек. Фурион байбек. Все байбек. А я, кстати, не знаю, зачем. По крайней мере, Радианты зачем сделали байбек, не знаю. Знаешь, когда вот это вот типа идут, просто типа надулся, да, мушку показал. Ну да, 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 такой типа. Давид, давид на противника. Все, не ж, помнишь, шаг забыл, который тоже у него не было ничего, но он 15 раз вкупался. Да, да, отлично. Ну, единственное, конечно, проблема у комплекса, где-то то, что ни на одной линии вышек нету, то, что дефить крипам очень сложно. Потому что, если где-то могут увлечься, то беда будет. Очень быстро тоже могут потерять линию. Ну, а с другой стороны, что им сейчас терять? У них две линии полностью убиты. Ладно, на миде рейнджовый барак стоит. Зато на миде у них, у самих всех, оба барака стоят. То есть они его в любом случае пушат. Нижнюю линию они также в любом случае пушат. То есть остается им забрить только топ. Но на топе стоит еще вышка. Рошан появился. Да, это будет драка на Рошане. Стяжка, хорошо. Ой-ой-ой, как больно-то разбирает. Посмотри, пошел ульт по морфу. Морд сразу же врубает перекачку. Еще и подхил Саншэнк минус. Минус сейчас еще будет не сай. Нет, убегает. Антимаг там пошел нарезать. Ну, антимаг, видишь, что этот бласт, он очень-очень-очень не мешает. Да, он там реально сколько там? Две или три, четыре даже, может, секунды. Вот сейчас посмотрю просто, да, сколько там бласт. Хотя у него, видишь, не 25 уровень. Поэтому пока что... Да, две секунды написано. Две секунды отталкивания есть. Секунды отталкивания, две секунды без оружия. То есть три секунды дизейбл он дает в данный момент. Забирают сыр, забирают айгис. Айгис парфюм, сыр, конечно. Да, и ребята пока на топе. Почему на топе не вонят? Ну да ладно. Сейчас будет масс-тп и сейв. Конечно. Инвокер, форстаф, даггер, хекс. Что творят, а? Догоняет? Нет, не стал. Вот мне кажется, сейчас Морф, повоевая с этими двумя иллюзиями, поймет, что ему действительно нужна МКБ. Но у него есть уже 5000, то есть он буквально 400 не хватает. Да продать этот доминатор нафиг не нужный. Действительно. Доминатор для лохов. Так, действительно. Не, ну в принципе там Морф со своими 1200 хп может лососнуть тунца очень плотно, если вовремя не успеет прожать БКБ. А так за счет Аджорова хоть как-то сохраняет баланс сил. Что-то он купил, где они пропали. Так, смотрим, смотрим, курица. Да, сатаник, наверное, же летит. Да, сатаник. Ну фиг его знает. Зато сейчас у него будет типа Дарса, сил и очень много хп. Буквально 500 он себе принес только что. Да, 1600. То есть с одной стороны вроде бы можно подумать, что 500 это немного, но то, что у него до этого было 1200, а сейчас стало 1600. 70. 1000 100 было. Да, да, да. То, типа действительно, 500 хп это в половину, он считает его. О, я это не смотришь. Да, у Виномансера. Какой у него все-таки рейндж, кстати, на гонем. Бедный Виномансер, но это ГГ. Ну не знаю, типа без Виномансера. А, не, Виномансер Байбэк. А вот то, что он потратил, это минус. Это огромный минус. Ну, Фурион сейчас будет пытаться на топе побить крипов, чтобы они зашли на хг и можно было идти багдорить. Потому что обе стороны стоят без... А багдорить некому, потому что... ...фортификаций. Травелов же нету, вот они магают, поэтому багдорить особо неким. Ну, Фурион может, то есть им нужно, чтобы крипов были на базе. Ну, а тут просто ломают, смотри. Тир-4 ломают. Правильно все делают сейчас, колы. Здравая идея. Так, нет, ну сейчас все ульты есть, вот тут Фурион. Сейчас еще Миссия должны раз ультить. И на счет входить они, да. Прыжь, Антимаг. Морф подходит. Морф БКБ. Крик, стяжка. Ты посмотри просто, что вытворяет. Сейчас Ханна Монтану. О, Антимаг, даблкилл. Просто ваншоте двух пацанов сразу же. Но Морф продолжает руками нарезать. Делает минус все-таки Морфила. Антимаг фуловый, стоит. Морф ничего не может сделать. Сатаник. Падить надо, а то стороны потеряют. Да, 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 да. Нужно, нужно сваливать. Фурион сейчас, смотри, уже полетит, я думаю, бэкдорить. А нет. И застревает. Лошара. Это Фурион просто, вот он убил Кабана. Единственное поле, что... Не, он сейчас убьет бейсмастера, да. Все, я забираюсь. Это был самый грантный ТП, который я только видел. На самом деле, Фурион мог реально залететь сейчас на базу и забэкдорить хотя бы рейнджовые бараки какие-то. Летит уже, уже летит. Тает он вниз летит. И полетел вниз. Вот это норм. Как он грамотно застрял в лесу, а? Вообще опасно. Он реально за эти 10 секунд, которые там торчал, мог намного больше? Он убил Кабана и убил Рексара, в конце концов, да. Он забей. Так, Морф уже 2300. Морфу нужен сейчас бэйбэк очень сильно. Поэтому Морфу, я думаю... Ошень бэйбэк хочу я. Да, ниже 2500 Морфу вряд ли опустился. Учем в Урэхстар сыр был, а Эгис Морфа остался. Так что тут можно еще подраться. По сути, да. И антимаг подходит к 500 криповому рубежу. Медленно, но уверенно. Да, 485. Там просто где-то помню был видос, где парень на перераблайде сделал за 40 минут 600 крипов. Просто вот где-где-где голда в минуту есть. А вот голдерменед 608, да, 608 антимага. Норм просто. 541 у Морфа тоже неплохо. Если тут был банкномов, он бы банкротился с таким антимагом. Кстати, сейчас у Фурена будут проблемы. Да, все, минус фурена. А вот и проблемы. Мне больше понравился Морф, который на Кабана, как кажется, в никуда все равно успевает застелить. Морфа просто 19-0. Вот если бы все игры были такие, у доты было бы нереальное комьюнити. Потому что сегодня за глаза хватает всяк. В экшене смотри, бэкдор пошел, пошел бэкдор. Конечно. Мотивак на базе. А крипов нету. Крипов нету, есть. Есть глиф, да. То есть сейчас в параде типа... Есть телепорт, я думаю. Да, их типа сейчас будут убивать, потом в результате глиф, да. Ну, рано, кстати, глиф включили, могли еще помучать пацанов. В общем, Варя, просто выменили ТП, они дали пропушить на эту сторону, не знаю. Рано-рано, на ЛЦМВУ ХП. Конечно, конечно. Хотя с другой стороны, они не уже пропушены. За глиф жутко, жутко, жутко много ХП оставило на себе. Кто, где, куда? Барак. Короче, на антимага они поморгали, типа вот инвокер и Эрхстар говорят, что типа мы можем догнать успеть. Но передумали идти. Барак действительно, он за глиф успевает. Надо будет, кстати, как-то засечь. Поэтому, если вы успевает регене за это время, то есть у них НТП хватило бы времени и что-то закастовать. И тогда бы противник уже не стало, может уходить, потому что, ну вот, типа 100 ХП барак, надо добивать. И там бы Морф может быть что-то успевает. Свап! Отличный свап. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, еще и стан залетает. Морф нет, успевает уйти сам Шен. Чё, Флот пришел, не это, не убивать его. Да, причем у Морфа у самого есть Эзериал Блейд, то есть там уже типа... Ух, как мощно, антимаг там зарядил. Дайп минус антимаг. Ай-яй-яй-яй-яй, умирает АМ. Есть байбэк, антимаг сразу же делает байбэк, идет обратно в драку, тут начинают бить уже Френа. Чем Фрюн летел, не понял. Фрюн, все, Фрюн мертвый. Там хотя хаос еще есть. Не мертвый, но зачем летел, непонятно. Вот, 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 еще два удара должны мы сделать. Три-стан, ай-яй-яй-яй, Морфила, Морфила уже ничего не может сделать. Но у Морфа есть Аэгис. Он с сатаником просто отжирается, как зверь. Он даже не перекачивается, понимаешь, он ждет у него Аэгис. Так, все, пошел Аэгис. И что делает Морф? Непонятно, так. Морф ушел, да. Упатывается, да, на ТП. Кебаза горит туда. Письма сверстает, инвокер тоже как-то убежал с дайгера Форстафа. Что это еще инвокер есть? Курица, 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 что в курице сейчас? А в курице только один телепорт был, нормально. Да, Морф тоже собирает себе ватерфляй. Не хочет он исполнять роль атакующего, а роль обороняющегося тоже он такой. Типа, вы в меня не попадете, я на вас болт клал. Прям массив игра, мне кажется. Да, игра весьма неплохая. Я всем покидаю потом. Да я тоже у себя в группе выложу обязательно. Башу, 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 антимаг. Куба, бэк, универсеров кулдаун и он по هذا все деньжки. Конечно, имеет право. Вот, кстати, выброн Burgunewод этот новый башер вместо бабочки, он бы Марфа мог убить до стан. Папа будет, ну, тепличный стан, все efecto у них своих не много. считая рубик подкидка и не знаю как пойдет то есть два таких один директ стан и один полу-полу-е гем появился да тут же 55 минута пошла я не знаю даже если графики я думаю так посмотреть очень плотно сейчас идут команды там там три тысячи холл по xp 12000 герой по xp да ну так у них и фрагов там тоже посмотри на сколько там у них такие герои там тоже в MIC каждый уровень на ура иди бейсмастер ультует вина майнера да все кажется сейчас веник тут тоже отъедет есть спер рубик ульт и тоже так нормально кричал на мусора да и байбека не то мне кажется buyback не buyback ради я не знаю есть у него есть 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 кулдауна нету все щас будет buyback щас только будут заходить и вина майнера сделает buyback все ульта нету не сая вот это беда 5 секунд что мышку потеряют но есть глиф еще да глиф потрачен тут же сразу пришел врыв на базу от Морфа Морф, БКБ, начинают крыть Несаи убить до ульта Виномансер, еле живой Виномансер Да, кстати, минус Несаи, смотри, хорошая стяжка Но антимаг там очень сильно режет Морфа Чего бы вылетел? Любой крип Минус Морф, ты посмотри, сбивает ему Годлайк, и посмотри, какой сейчас делают камбэк Тангфу Да толку уже нету, потому что А, инвокер сейчас тоже, в принципе, прилетит Не стал лететь, Морф Я к чему клоню? Просто Хекс появился у Фуриона И поэтому за Хекс могли завкусить Бедного, бедного Да, пытается убежать сейчас Дарксир, уже откликнулся Флаффенстав Такой, ну а, по-троим, Санстрайк А, с Морфом, кстати, уже очень зря сейчас могут драться Да, посмотри, Морф опять влетел У Морфа, кстати, нету БКБ, и может он даже Сатаникс Его не успеет включить Как же иллюзи нарезают, да, я просто Да нету слова Морф, Хексия, 4 секунды до БКБ Успеет ли он его включить и потом включить Сатаник Как он убивает антимага? Есть, минус антимаг Так, есть ли БКБ антимага? Минута 40, да ладно, это походу ГГ Не факточка, подожди Фуриона сейчас будут убивать Да, Фуриона сейчас будут его убивать Да, Морфу не станет, пускай сейчас еще вас обьет Все, минус Фурион Да, это ГГ Да, у него 200 голды Не хватает Это жаркая игра все-таки Да, Морф просто идет, пилит трон Ну правильно все-таки Вкатывает сельвоги, сейчас даст ему Вести, вон G и поехал Это минус трон, это гуд гейм Да, вот это игра, конечно Это действительно ГГ Здравляем колов с заслуженной победой Без вопросов Да, вот это они, конечно, показали А в первой игре помнишь, как мы с них ржали? Ну нет, если бы я сейчас смотрел еще раз первую, я бы снова поржал То есть там они играли так Да, было такое Потом две игры просто показывали, как надо это делать Просто 600 ГБ у одного, 627 у другого По XP, правда, Морф всех уделал А, нет, антимага 569, у Морфа 570 XP в минуту Вот так вот, это вам не шуточки Да, друзья, ну что Как вам игра? Я думаю, потом в паблике Блин, да потом просто в паблике Напишем, да